Первый международный оперный фестиваль в Сочи состоялся в сентябре прошлого года и был с интересом встречен публикой. По словам художественного руководителя фестиваля Ольги Ростропович, здесь есть все для организации большого оперного праздника. В честь открытия на сцене Зимнего театра сегодня прозвучит одно из самых грандиозных произведений – «Реквием Моцарта» в исполнении оркестра Центра оперного пения и Краснодарского государственного камерного хора. Следующий фестивальный день – 25 октября, день рождения Галины Вишневской. Центр оперного пения, созданный ею в Москве 15 лет назад, представит сочинской публике оперу Чайковского Евгения Онегин. Именно с партии Татьяны начинался творческий путь Галины Вишневской в Большом театре, и в этой роли она прощалась с оперной сценой в Парижской гранд-опера. По признанию критиков, постановка Центра оперного пения – одна из лучших современных трактовок шедевра Чайковского. Когда в прошлом году мы проводили впервые фестиваль в Летней столице России, мы могли только мечтать о том, чтобы сделать этот праздник ежегодным. Благодаря невероятно теплому и радушному приему публики и высоким оценкам критиков, которые получил первый фестиваль, мы поняли, что подобная акция не просто приживется в Сочи, но и станет подлинным украшением культурной жизни города. Город Сочи, благодаря всем последним событиям, стал очень притягательной площадкой для проведения столь блистательных проектов. Вот буквально этот месяц, не будем ходить далеко, он просто как эстафетная палочка. Мероприятия один за другим идут вот в этом перманентном таком порыве. 26 октября в программе фестиваля благотворительный концерт на сцене зала органа и камерной музыки. Завершится фестиваль 27 октября оперой Олега Рахманинова в концертном исполнении, премьера которой состоялась в центре Галины Вишневской в июне. Теперь знаменитые строки поют люди нашего времени. Молодые артисты вдохнули новую жизнь хорошо известных героев. Также в дни фестиваля в Зимнем театре будет развернута масштабная выставка, посвященная жизни и творчеству Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.